Друзья, всем привет! Сегодня вторая часть изучения PowerPoint. Если в первой части мы больше говорили о теории, о каких-то базовых вещах, как вообще построить слайд, как построить презентацию в целом, то здесь я уже больше поговорю о практических применениях, о каких-то наиболее используемых моделях построения слайда. Возможно, это вам где-то пригодится и вы сможете просто на этом примере уже отобразить вашу идею на слайде. Поэтому давайте начнем. Первая часть это один из тоже таких наиболее распространенных методов. Эти стрелочки называются Flow. В русской версии они находятся вот здесь фигуры и вот они. Стрелка, пятиугольник и там, соответственно, следующее за ней. Вот здесь у нас обычно отображается какая-то последовательность этапов. Здесь может быть идти к ним описание. И как вы можете заметить, на своей первой части презентации я использовал похожую легенду на всех слайдах. То есть я сначала описал там три, если помните, три этапа построения слайда. У меня было каждым из них описание. И потом просто в дальнейшем я уже использовал данные стрелочки просто как легенда. То есть вы можете их объединить на Ctrl-J. Здесь поставить просто в углу, убрать из них текст, удалить, уменьшить их, соответственно, в размере и просто оставить в правый угол. Ну и, соответственно, нужно подкрашивать те стрелочки, которые у нас, про которые идет речь на слайде. Вот, как я уже говорил, наверное, или повторюсь, что у нас легенда всегда обычно отображается в правом верхнем углу. То же самое относится к сноскам. У вас где-то в тексте, например, может быть идти какая-то сноска, дополнительный факт рассказать. То есть сноск у нас ставится в разделе «Главное», «Шрифт» и вот надстрочный текст. И, допустим, нажимаете единицу. И вот у вас появилась сноска. И сноск у нас ставится всегда внизу под слайдом. Она всегда идет... Если у вас на слайде шрифт до десятого, то есть десятый, одиннадцатый, двенадцатый и выше, то сноск всегда идет десятым шрифтом. И она обычно идет там без булета, просто цифра единицы. И вы там уже пишите ваш текст. Вот, если слайд... Если шрифт на слайде, соответственно, десятый и ниже, то сама сноск всегда идет на шрифт ниже. То есть, если размер шрифта на слайде десятый, то сноск будет девятый. То же самое относится к легенде. Если шрифт на слайде, опять же, десятый, то легенда будет, соответственно, девятый. И так там ниже, 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 соответственно. Эти стрелочки у нас, как видите, углы, они все одинаковые. Они у нас меняются. Вот вы нажимаете на одну из стрелочек, и справляется желтый кружок, за который вы, нажимая левую кнопку мыши, можете тянуть и менять угол данной стрелки. То есть, у нас обычно все... Угол не такой острый, он... Вы его там немножко сами ровняете и... Ну, просто выбираете какой-то оптимальный размер, чтобы он не был там прям супер таким... Изогнутым или еще что-то. То есть, вы просто создаете вот этот пятиугольник, вытягиваете, вы берете вторую фигуру рядом с ней. То есть, сделали здесь угол, который вам нужен, необходим, ну, примерно вот такой. Берете вот эту стрелку, выравниваете ее по такой же линии с этим пятиугольником, ставите ее опять на это же место, выравниваете их. И здесь уже, как я приблизил сейчас, просто зажал shift и колесиком мыши. То есть, вам не нужно постоянно нажимать там мышкой вот так вот. Можете просто зажать клавишу control и колесиком приближать, либо уменьшать гораздо быстрее и не приводит к лишним действиям мышкой. Вот. И здесь уже вы также, потянув за желтый кружок, просто примерно на глаз выравниваете углы, сближаете их, смотрите, что осталось вам еще немножко подровнять, выравниваете и все. И вот у вас абсолютно ровные стрелки, которые можно, в принципе, в дальнейшем использовать вот в таком виде соответственно. Вот это, вот она, да, вот она легенда про то, что я рассказывал. Это у нас другой вид, то есть, может быть, вертикальный. Они могут быть немножко друг от друга на расстоянии, чтобы они совсем не смыкались, был какой-то между ними разрез, можете их там подровнять по вертикали. Соответственно, текстовые коробочки выравниваются по высоте с данной, вот по высоте вот с этим углом верхним правым, каждая из них. Вот. И здесь вы также можете описывать то, что вы хотите рассказать про какой-то из этапов или компонентов. Эту стрелку можно также там перевернуть, сделать ее чуть-чуть там поменьше размера, сделать ее вот такой, пусть она будет такой. И дальше просто на каждом отдельном слайде вы уже указываете и просто не забывайте менять цвет и все. И то есть будет и зритель, и вам понятно, на какой вы сейчас части находитесь и там про какой отдельный момент рассказываете. Вот. Также тоже, в принципе, распространенный вариант. Здесь у вас идут тоже какие-то 4 основные мысли, которые в целом образуют основную идею, которую вы хотите описать. Здесь вы можете там написать какое-то слово, либо поставить картинку, либо еще что-нибудь. И, соответственно, каждому к нему идет описание. Обычно, когда идет описание, то есть непонятно бывает, может быть непонятно, что вот данная коробка, там текст относится к этому, там еще. Поэтому здесь есть такие указывающие стрелочки. То есть это обычные показатели, которые можно сделать само. Берете прямую, зажимаете shift, делаете ее прямой. Цвет, соответственно, серый. Потом берете вот такой элемент, как полилиния. Про нее я рассказывал тоже. Нажимаете левой кнопкой мыши на одну точку. Она у вас фиксируется и уже никуда не сдвигается. Зажимаете shift, чтобы была прямой. Нажимаете еще раз на левую кнопку мыши. Она опять зафиксировалась в этой точке. И опять ведете ее там, куда нужно. И нажимаете уже два раза на левую кнопку мыши. Все, вы ее обрисовали, зафиксировали. Теперь вы можете просто на правую кнопку мыши. Формат фигуры. И вот тип конечной стрелки. Ставить кружок. Все. Больше от вас здесь ничего не требуется. Тем самым вы указали принадлежность данного описания к данному этапу. И в этом, в принципе, ничего сложного нет. Но в целом визуально понятно, что вы описываете. Поэтому не забывайте такие вещи, как указатели, которые в принципе помогали ориентироваться на слайде. Также данный круг можно использовать, опять же, как легенду. Вот. Теперь расскажу про такой элемент работы со слайдами. Как вам иногда может понадобиться добавить карты. Карты на слайды. На карты вам нужно что-то будет. Там указать какой-то регион. Указать какое-то направление дороги. Там либо еще что-то. Как правило, карты... Ну, лично я захожу на Яндекс карты, либо на Google. Но скорее больше на Яндекс, потому что на Яндекс все-таки по опыту могу сказать, что там, ну, конкретно Москвы, она более подробная. Там все-таки более наглядно видно какой-то дом, какой номер и так далее. Вот. И там, выбрав нужную часто карту, вы делаете print screen, вставляете его и дальше уже с ними работаете. Теперь главный элемент, про который я хотел бы рассказать, это когда вы вставляете картинки. Картинки на слайд, print screen и прочее. Перед тем, как вставить, вам нужно зайти в файл, параметры. Тут вкладка дополнительная. И вот здесь есть такой раздел, как размер качества изображения. Вы просто нажимаете галочку сюда, не сжимать изображение, в 220 пикселей на дюйм. И все. И здесь, ну, у меня здесь можно там выше, соответственно, вот. Поэтому обычно это 220 пикселей на дюйм. И все. И ваши картинки, print screen и прочее фото не будут терять в качестве. Потому что, если вы вставите их просто так, не проделав эту процедуру, которую я сейчас показал. То, когда вы сохраните презентацию, картинка либо фото автоматически потеряется в качестве. И при печати вы получите какую-то размытую фотографию, спиксельную. И не проверив перед этим и там понесея куда-то на встречу еще что-то, вы просто покажете очень плохого качества слайд с какой-то непонятной картинкой, фотографией. Поэтому будьте внимательны проделать данную процедуру. Еще раз. Файл. Параметры. И вот дополнительно. Размер качества изображения. Галочку не сжимайте изображение файля. И все. Тогда у вас с этим проблем не будет. А мы пока продолжим. То есть, вставили карту либо print screen карты на слайд. Затемняем ее немножко. То есть, каким образом... Здесь я еще наложил подложку, видите. То есть, выбрав карту, мы меняем ее цвет. Меняем цвет более серый, какой-нибудь светло-серый, что-нибудь такое нейтральное. Чтобы она... Чтобы ее объекты, которые были изначально в цвете, они не выделялись. И все стали однообразного тона. Потому что мы же хотим показать на картине то, что... Ну, свои какие-то объекты там дорисовать. Вот. Поэтому, делаем ее такой светло-серой. Если этого недостаточно, то мы еще... Сверху на нее кладем прозрачную, такую полупрозрачную подложку. Как это делается. То есть, мы, опять же, заходим просто в фигуры. Берем обычный прямоугольник. И просто по размеру данной карты мы рисуем. Сейчас у нас получился такой. Убираем контур. Делаем белый цвет. И, опять же, правая кнопка мыши. Формат фигуры. И вот у нас заливка. Прозрачность. Мы просто его меняем где-то процентов... Ну, это, как правило, процентов 50-60. Там... Обычно на глаз, как вам виднее уже. Поэтому... Ну, я поставлю 64, допустим. Делаю ее... Сначала только выбираю подложку только. Делаю ее на задний план. Она сейчас ушла у нас под карту. Теперь, выбирая саму карту, делаю ее... Теперь ее на задний план. И все. Соответственно, наши объекты... Все выделены. Они находятся поверх подложки и поверх карты. И теперь их гораздо более четко видно. То есть, в целом видно саму карту. Но, опять же, фокус санкционирован именно на том, что мы хотим показать. То есть, в данном случае у нас здесь там расположены станции. Мы там к этим станциям также подвели какие-то дополнительные параметры того, что мы хотим рассказать. Это могут быть какие-то цифры там... Пассажиропоток и в данном случае... Либо еще что-то. Здесь я также... Ввел... Зеленоград. Опять же, как я это сделал. Вот у нас есть объект полилиния. То есть, если в первом случае мы... Если мы нажимаем один раз, левую кнопку мыши он фиксируется в точке. А если мы левую кнопку мыши зажимаем, то здесь у нас... Мы можем просто, грубо говоря, рисовать. Рисовать на слайде, рисовать на карте. Вот, соответственно, я просто обвел там по контуру Зеленоград. И, ну, вот, вы можете просто здесь также ввести то, что вам нужно. Вот у вас получился, допустим, такой кусок. Как я сделал вот эту полосатую закраску. Заходите в правую кнопку мыши, опять же, формат. И вот здесь есть либо градиентная заливка, что... Ну, в данном случае мы ее не используем. Рисунок, текстура. Тоже не то, что нам нужно. И вот она, узорная заливка. И здесь у нас любые варианты, какие вы хотите. В такую сторону, в такую. Вертикальные, горизонтальные. То есть, ну, как вам виднее. Но обычно используется вот либо такой вариант, либо такой. Либо какой-то из этих. Как вам удобнее уже. И обводку там, это на ваше усмотрение. Поэтому, что касается карты. Опять же, если у вас еще есть какие-то подписи. То есть, если мы делаем боксик с текстом без заливки. То он немножко теряется на... То есть, его, в принципе, видно. Но все-таки хотелось бы на нем больше акцентировать внимание. И опять же, мы сделаем заливку белого цвета. Заходим опять в формат фигуры. И делаем прозрачность. Опять же, здесь в данном случае процентов на 50. Чтобы не совсем было белое, но просвечивало. Вот, и все. И, в принципе, там каждой подписи так. Вы просто копируете ее. И она у вас уже автоматически будет прозрачна. А эти белые боксы, их прозрачными можно не делать. Они могут оставаться белыми. Потому что, в принципе, под ними у вас нет никакой информации. И там ничего страшного, что они заграживают часть карты. Поэтому... Поэтому их можно оставить белыми. Вот, это что касается карты. В данном случае здесь у нас нет... За пределами карты у нас нет никакой информации. Поэтому то, что здесь у нас есть белые места, в принципе, это не супер страшно. Вот, конечно, обычно, если на слайде остаются какие-либо пустоши белые, мы стараемся их чем-то заполнить. Либо это может быть какая-нибудь картинка, либо какой-то график, либо еще что-то. Подложка там. Но здесь, в данном случае, в принципе, это не обязательно. Поэтому можно оставить в таком виде. Бывают случаи, когда у нас левая часть слайда. То есть, примерно, там, три пятых заняты картой. Вот. А здесь справа может идти уже основной какой-то вывод, который вы хотите там донести по данной карте. Либо это может быть, опять же, вывод и к нему идти какой-либо график. То есть, в графике может идти какая-то дополнительная информация к тому, что вы рассказываете. Поэтому, обычная, как правило, карта всегда слева. А справа у нас идёт уже описание карте, там, ваш анализ, графики, неграфики. То есть, в данном случае, если бы у нас здесь ничего не было, то, опять же, была бы карта просто посередине. Но, так как есть описание, то оно обычно всегда идёт справа. Вот. А карта, опять же, там, в том же стиле, про который я рассказывал. Такая чёрно-белая, немножко засветлённая. И на ней уже объекты какие-то отмечены. Вот. Вот поэтому с картами, наверное, основное я сказал. Просто не забывайте про разрешение. И можете, в принципе, смело с этим работать. Вот. Есть такой момент, как таймлайны. То есть, у вас идёт какое-либо описание, и в нём идёт какой-то рассказ. То, что в этом году было сделано столько, в этом году было... В том году в следующем был такой объём разработан. И, порой, это можно представить вот в таком виде. То есть, стрелка. На стрелке отмечены какие-то основные места. Здесь могут быть либо месяцы, либо года. Либо в одном месяце, там, расписано, там, по дням. Это, там, 3-е сентября, 5-е, 10-е и так далее, и так далее. Вот. А к ним уже описание может идти в таком виде. То есть, вы рисуете просто бокс. Делаете его каким-то более нейтральным цветом. Например, серым. Со, соответственно, серой обводкой. Шрифта, да. Немного меньше шрифта. Выравнивание по левой стороне. Здесь у вас может идти описание. Шрифт чёрный. Вот. Идти описание. Описание, допустим, только к сентябрю месяцу. Соответственно, вы делаете бокс примерно под этим месяцем. Берёте стрелочку. Прямую, точнее, пока что. Рисуете её от этого бокса к сентябрю. И опять же, как я там показывал на первых слайдах. Формат фигуры. Тип конечной стрелки. И вот этот кружочек. И всё. И вот ваше описание. Оно понятно, что оно указывается в сентябрю. И, соответственно, здесь вы можете просто скопировать каждому месяцу. Подобрать просто описание. И всё. И вот он, в принципе, один из, как вариант. Просто простой готовый слайд с таймлайном. С описанием каждого месяца. Опять же, может быть, ваш таймлайн может идти и вертикальный. Это не запрещается. Поэтому можете его как угодно крутить. Здесь может быть так. Соответственно, месяцы будут идти уже слева. И всё. И вы просто копируете. Ну, я уже напоминаю, что, как я копирую это, зажимая Shift-Control. Объекты у меня при копировании не съезжают там в хаотичные стороны. Либо строго прямо, либо строго, точнее, строго вниз, либо строго по горизонтали. Вот. И всё. И к данным уже объектам идёт у вас описание. Только в таком случае, наверное, оно будет уже, скорее всего, без бокса. То есть, не в виде бокса, а просто в виде текстовой коробки, которую вы просто потом будете разделять линиями визуальными. То есть, разделить этими линиями, о которых я тоже рассказывал. Не забывайте ваш слайд разделять линиями, чтобы было понятно визуально на слайде, какое разделение между блоками. Потому что, если у вас текст будет сливаться, то читать его будет намного сложнее. Ну и вот есть, соответственно, описание для каждого месяца. Вот. Это такой вариант.